чужие деньги же считать некрасиво да ну так в детстве говорили но это же не чужие деньги это же наши деньги то есть ну нас налогоплательщиков мои ваши поэтому давайте все-таки посчитаем меня часто спрашивают откуда вы журналисты берете темы и у меня есть скучный но очень простой ответ мы читаем документы отчеты законопроекты пояснительные записки экспертные заключения проекты государственных контрактов справки и судебные решения дохрена чего есть в интернете правительство обязано публиковать почти все документы еще до их принятия проблема в том что иногда в этом очень сложно разобраться какая-нибудь огромная таблица на тысячу строк но в ней может быть заложена довольно важная информация так я наткнулся на проект изменения госпрограммы информационное общество в том числе по этой программе финансируется российская пропаганда телеканал russia today и mia россия сегодня мы и так знаем что на этих ребят тратят много денег но тут выяснилось что их собираются потратить еще больше намного больше примерно полтора раза больше и знаете что прикольно каждый раз они планируют потратить кучу денег но в результате тратят еще больше в 2017 году запланировали 65 миллиардов а потратили 70 в 2018 запланировали 70 а потратили 75 в 2019 запланировали 71 а потратили 98 98 миллиардов рублей это вообще сколько это много или мало для обычного человека это какая-то абстракция ну вот для понимания я живу в екатеринбурге это довольно крупный город здесь по разным оценкам живет от полутора до двух миллионов человек и бюджет екатеринбурга со всеми его больницами поликлиниками школами детскими садами театрами библиотеками дорогами общественным транспортом коммунальными службами всем 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 это меньше 50 миллиардов рублей в год то есть на те деньги которые выделяются на пропаганду такой крупный город мог бы жить целых два года а что в будущем может быть из-за того что бюджет россии сокращается и все урезается здесь тоже ожидается какое-то урезание нет они планируют тратить по 96 миллиардов каждый год как вы думаете они удержатся в этих рамках давайте зороемся еще чуть глубже в этой под программе есть отдельное мероприятие участие россии в международном информационном обмене под этими словами скрывается пропаганда интересов кремля за рубежом тут кто-нибудь обязательно напишет в комментариях почему интересов кремля разве это не интерес россии и не знаю и не знаю мне лично кажется что то что делает russia today это далеко не всегда в интересах россии но как бы то ни было есть отдельная строчка в программе и мы можем узнать что в год россия тратит на пропаганду за рубежом более 30 миллиардов рублей давайте возьмем 2019 год 33 миллиарда если пересчитать по курсу доллара на тот год то получится 515 миллионов долларов когда я написал об этом в твиттере один мой знакомый мне ответил все логично войны 21 века информационные и типа нужно тратить столько же денег на пропаганду сколько обычно тратят на армию но мы на армию при этом тратим немало но вообще я задумался а может быть он прав в конце концов другие страны которые стремятся иметь какое-то международное мировое ну или даже региональное влияние ведь тоже тратят деньги на пропаганду но важный вопрос сколько они тратят и сколько тратит россия перенесемся в вашингтон блин если бы у меня был бюджет russia today я мог бы действительно сейчас летать в вашингтон и снять там какой-нибудь стендап а потом вернуться сюда это здание американского федерального бюро глобальных медиа именно они финансируют американское иностранное вещание их пропаганду американская радио свобода голос америки и прочие сми кстати если вы не знали в сша внутри страны государственные сми не вещают у них есть право вещать только за рубежом это агентство публикует отчеты о том сколько денег они потратили за рубежом кстати оформлено все гораздо понятнее чем в россии в 2019 году на все иностранное вещание по всему миру сша потратили примерно 800 миллионов долларов это много это больше чем россия это примерно на 35 процентов больше но теперь давайте вспомним а сколько составляет бюджет сша и бюджет россии в 2019 году бюджет россии 280 миллиардов долларов сша бюджет сша в этом же году четыре с половиной триллиона долларов это в 15 раз больше я понимаю вы уже устали от цифр но давайте посчитаем еще вот как россия тратит на иностранное вещание примерно две десятых процента своего бюджета а сша две сотых то есть доля расходов на и навещание в россии в 10 раз больше и вы можете сказать блин две десятых процента разве это много две десятых процента бюджета это дохрена вот это и навещание я правда хочу понять какую пользу это нам приносит это как-то повышает международный престиж россии дает нам какие-то внешнеполитические бонусы но почему тогда в россии не осталось союзников это не я сказал это вот представитель россии в парламентской ассамблее совета европы депутат госдумы петр толстой говорит у нас нет союзников те страны которых мы почему-то считаем своими союзниками голосуют против нас во время голосования нет союзников а куда они делись и кто в этом виноват вот почему я не думаю что то что делает russia today это в интересах россии по моему это скорее в интересах конкретных людей в кремле спасибо что посмотрели этот ролик и будет классно если вы где-нибудь им поделитесь ну или если он вам понравился по крайней мере не забудьте поставить лайк еще у меня есть страницы на patreon там есть люди которые поддерживают этот канал помогают выпускать здесь видеоролики я им очень благодарен и если вы хотите вы можете к ним присоединиться ссылка будет в описании ролика там еще бывает эксклюзивный контент для подписчиков но все пока